девочки всем привет снимаю сегодня обещанные swatch видео на помаду металлический эффект то есть это матовая помада с металлическим эффектом для меня это немножко странный так странная такая текстура странное сочетание матовой и металлической помады и на губах ощущается эта текстура очень странно потому что она какая-то прям ну плотная но не в плане того что она прям как пластилин лежит на губах а вот что-то такое другое абсолютно это уже я ощущаю не в первый раз то есть я уже тестировала матовые помады с металлическим эффектом и я как бы представляю тот кто тестировал тестировал тот тоже представляет что это значит как это чувствуется на губах две такие несовместимые текстуры матовая и металлическая немножечко непонятно что касаемо стойкости помада не супер стойкая но сама по себе на достаточно стойкой то есть она будет отпечатываться но опять же не сильно и если не кушать то на губах она продержится очень долго то есть есть помады которые там увлажняющие какие-то более жирные они со временем могут съедаться сами по себе с губ ну когда вы облизываете губы эта помада она вот вот в этом плане она стойкая она никуда не делится с ваших губ пока вы не сотрете пока вы не покушаете и даже если вы будете что-то пить и помада будет отпечатываться до конца она с ваших губ не сойдет и не в плане того что останется контур а в плане того что будет уходить какой-то верхний слой а нижний будет оставаться то есть пигментом как-то въедается в губы все равно она достаточно стойкая не супер стойкая но немножечко более стойкая чем какие-то увлажняющие помады ну я уже сказал что на губах она ощутимо я чувствую как-то прям так что на губах что-то есть не могу сказать что это дико неприятно но постоянно она как бы о себе напоминает и думаю что нужно постоянно смотреться в зеркало ничего ли с ней не произошло потому что такие плотные текстуры имеют свойство скатываться не у всех а вот у кого такая форма губ когда вроде как вот у меня допустим нижняя губа на вроде как пухленькая но когда я закрываю я крашу то есть получается прям хорошо но когда я закрываю рот иногда часть губы у меня остается внутри и там постоянно соприкасаться со слюной и может скатываться я как бы могу это даже чувствовать со временем что она настолько плотная что я не пойму то ли она скаталась то ли просто я чувствую на губах то есть дискомфорт какой то есть все таки но так сама по себе она мне понравилась потому что оттенки вот эти металлические действительно металлические то есть когда я делал свочи на руках это было не так заметно особенно у светлых оттенков а на деле оказалось что действительно все оттенки включая светлые они реально металлические сейчас не знаю может быть вам не так видно темновато но дело в том что при искусственном освещении сильно меняется цвет а не очень хотелось бы чтобы сильно искажалось вот этот оттенок конкретно которыми на губах металлик пинк давайте уж на русском розовый металлик я его на камеру вижу чуть теплее чем он есть на самом деле то есть это холодный розовый он не леденящий не выбеливающий но немножко похолоднее но опять же я не знаю как он перенесется какие у вас настройки там где вы смотрите может быть у вас настройки более холодные вы как раз видите в том качестве в котором в том цвете в котором должно быть поэтому давайте просто сравним с каталогом с каталогом оттенок совпадает плохо конечно здесь сравнивать потому что на картинке вот этот эти буквы металлик они закрывают как бы весь цвет но вот там где я вижу мне все-таки виднее сквозь эти буквы оттенок совпадает поэтому вы можете просто посмотреть в каталоге и не боясь заказывать что оттенок будет именно точно таким же как и в каталоге вот этот оттенок называется лиловый металлик но я бы не сказала что он прям лиловый он такой какой-то немножко как будто буду охромный то есть он вот и в розовый и в золотой то есть где-то что-то холодное мелькает где-то что-то рыженькое то есть такое очень странное но далеко мне кажется не лиловая давайте с вами сравним в каталоге сама сначала посмотрю но в каталоге кстати мне кажется это заметно то что в каталоге он прям чуть ли не рыжий изображен на деле все таки вот эта рыжинка она есть ну вот опять же плохо видно рыжинка есть но по факту видно что это рыжинка переливается во что-то розовенькое но это все-таки такой более теплый оттенок он какой-то вот из холодного в теплый переливается оттенок очень красивый но совсем не лиловый я бы сказала вот этот оттенок называется сиреневый металлик а он такой фиолетовый холодный с серым каким-то подтоном вот переливается он именно каким-то серым но в принципе в каталоге до похож я не знаю в каталоге можно что-то разглядеть за этой надписью вам ну похож давайте я наверное буду показывать еще и при искусственном освещении может быть при искусственном будет что-то лучше видно но при искусственном он становится немножко другим но в общем то такой немножко мертвецкий оттенок я думаю что он не всем понравится не всем подойдет на деле вот когда я смотрюсь в зеркало не в камеру ну неплохой но он прям такой холодный холодный фиолетовый фиолетовый немножко сероватый очень красивый оттенок мне правда тяжеловато было его ровно накрасить без карандаша это оттенок вишневый металлик был такой оттенок 0 очень похожий в тоже серии матовых помад с металлическим эффектом только в стиках у его и вот там был тоже такой какой-то тепло красный оттенок который мне очень понравился вот он именно как красный даже не тепло красный не красный а красный и как будто бы с какой-то золотой россыпью то есть как будто бы матовая подложка именно красная а вот этот эффект металлика немножко с золотом очень красивый оттенок лучше носить конечно с карандашом давайте попробуем при искусственном освещении просто при искусственном как-то может быть вам будет лучше видно или на металлический эффект этой помады но при искусственном он выглядит прям каким-то рыжим а так вообще оттенок классный мне очень понравился он очень красиво смотрится вот на этом оттенке эффект металлика заметен вообще очень сильно наверное потому что он очень сильно отличается от цвета губ это медный металлик а я кстати предыдущий красный не сравнила с каталогом тоже похож и даже нет не вижу смысла вам показывать потому что вам за буквами будет ничего не видно просто поверьте мне с каталогом прям похож медный тоже похож но в каталоге может быть он чуть как-то более вы выбеленным выглядит на прям самую малость но на губах конечно выглядит вообще такое ощущение что я не помаду нанесла а какие-то жидкие металлические тени потому что настолько здесь виден вот этот металлик именно за счет того что помада наверное так отличается от натурального цвета губ вот он просто не похож вообще вот этот металлический эффект на помогу поэтому мне понравилось с одной стороны странно но с другой стороны действительно эффект хотя бы виден сияешь так сияешь это оттенок нюдовый металлик это такой нюд немножко с розовинкой но тоже как будто бы доохромный то есть где-то чуть больше не видно где-то чуть больше розового видно с каталогом оттенок похож одинаковый прям ну такой действительно нюд то есть если предыдущий он был искажен ну как не скажу на отличался от цвета губ прям очень сильно то вот этот он прямо такой еле заметный на губах допущение что у меня губы особо то и не накрашены вот этот оттенок который называется сливовый металлик он в каталоге чуть-чуть по как-то посинее на деле он прям самую малость ну вот опять же вам не видно на деле а может быть и на деле он как-то покраснее что ли ну вот прям либо теплее вот этот оттенок подчеркивает минусы вот этой текстуры потому что как бы ровно вы не накрасили помаду она будет выглядеть на губах как будто бы неровно так как вот какие-то моменты металлик вот этот засвечивает и получается как будто у вас где-то губы не прокрашены то есть вот я когда поворачиваюсь в разные стороны тут там то там где-то что-то начинает она как-то и наносится не очень равномерно то есть цвет он какой-то в перемешку непонятный фиолетовый с каким-то вот красноватым тепловатым в общем то странный какой-то оттенок получился и он выглядит он лучше мне не очень понравилось именно подчеркивает минусы всей вот этой текстуры вот этот оттенок он как как и предыдущий то есть я не могу его накрасить так чтобы он ну все накрасил ровно потому что тоже начинается здесь где-то какой-то металлик в уголочке я начинаю прокрашивать том что я вроде бы не вижу помады хлоп что-то лишнее в общем то тоже за счет вот этого металлического эффекта какой-то такой оттенок вот почему красный который был тоже яркий через через господи черри в общем вишневый металлик он как-то нормально ложился до его нужно лучше с карандашом но более или менее а вот эти два оттенка у них металлик подчеркивает именно какие-то огрехи неровности то есть вот так вот уж как будто у меня сейчас здесь нет помады вот так вот так поворачиваюсь и и становится видно то есть ну я думаю вы поняли о чем речь тоже какой-то такой это оттенок винный металлик так здесь оттенок ну более или менее совпадает но в каталоге тоже немножко как-то по холоднее прям самую малость то есть на деле прям он чуть-чуть потеплее но прям капельку там в принципе не сильная разница а вот здесь не за может быть попробовать тоже с карандашом может быть карандаш придаст именно контур и контур не будет засвечиваться может быть так будет лучше посмотрим при искусственном освещении так в принципе оттенок неплохой но тоже какой-то вот в нем даже вот это сочетание матового и металлика чувствуются как-то вот не знаю как это объяснить но общем не очень красиво я прошу прощения вот за вот это потому что но сколько бы я не лечила сама вот эта болячка она все никак не проходит видео я вам обещала уже чуть ли не неделю назад поэтому я решил что ну ничего страшного просто поделюсь хотя бы своим мнением если где-то что-то искажались оттенки мало ли все-таки настройки мои настройки ваши настройки там на компьютере в телефоне где вы смотрите не такие холодные не совпадают и оттенки искажаются могу сказать только то что ориентируюсь ориентируйтесь на оттенки в каталоге в этот раз как никогда все оттенки совпадают с каталогом действительно по крайней мере в упаковках то есть на по моему на губах но на губах бывает такое что оттенок отличается на губах от упаковки это нормально все зависит от насыщенности от слой который вы нанесете помада мне понравилось по эффекту на опять же не все оттенки вот последние два как там как-то не очень может быть действительно если пробовать с карандашом который подчеркнет контур а уж если будет какой-то перелив именно на самих губах то это ну ничего страшного просто контур вот я сейчас поворачиваюсь я вижу как у меня вот здесь вот или здесь вот пропадает контур губ именно отливается а так в принципе неплохо но конечно текстура меня немножко смущает здесь я вот даже языком сейчас чувствую что вот здесь как будто бы она она не скаталась но вот эта плотность ощущается границы помады они ощущаются языком даже так что дискомфорт небольшой есть но так в принципе можно взять какие-то оттенки попробовать если вы любите металлик посиять немножечко можно я надеюсь что вам понравилось это видео если так то ставим пальчики вверх подписываемся на мой канал я всех люблю всем пока пока